Консерванты требуются для поддержания стерильности мультидозовых глазных капель. Прежде всего речь идет о бензалконе и хлориде, катионном дитергенте, золотом стандарте и наиболее часто встречающемся антимикробном компоненте глазных капель, обладающем мощным разрушающим воздействием на стенку и мембрану бактериальной клетки. Но бензалконе и хлорид также в значительной степени нарушает стабильность компонентов глазной поверхности, слезной пленки, конъюнктивы и роговицы. Что происходит, когда капля, содержащая бензалконе и хлорид, попадает на глазную поверхность? Прежде всего в результате дитергентных свойств бензалконе и хлорида липидный слой слезной пленки распадается на многочисленные капельки. Это приводит к повышению испарения воды и, следовательно, к ускорению высыхания глазной поверхности. Также бензалконе и хлорид приводит к частичной деструкции секретирующих муцин бакаловидных клеток конъюнктивы, что в свою очередь ведет к исчезновению муцинового слоя с глазной поверхности и нарушению стабильности слезной пленки. В дальнейшем происходит повреждение незащищенного эпителия роговицы, сопровождающиеся потерей микроворсинок и разрывом межклеточного соединения. Это приводит к снижению жизнеспособности клеток и увеличению проницаемости роговицы, включая проникновение в переднюю камеру глаза ионных соединений, липофильных компонентов и микроорганизмов. Все эти механизмы связаны между собой, сопровождаются воспалением глазной поверхности. Это воспаление поддерживается повторным использованием бензолкония хлорида, особенно в случае хронических заболеваний, таких как синдром сухого глаза, глоукома, а также при дальнейшем использовании ведет к его проникновению в более глубокие структуры глаза, такие как тробекула, хрусталик или сетчатка. У пациента это состояние проявляется в виде воспаления, сжения, зуда, сухости глазной поверхности. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что бензолкония хлорид обладает дозозависимым цитотоксическим воздействием и приводит к нарушению состояния слезной пленки и эпителиальных клеток, что в свою очередь провоцирует развитие воспалительного процесса и является причиной различных заболеваний глазной поверхности.